В Европе XVII-XVIII веков опера была любимым развлечением аристократии и чуть ли не единственным развлечением среднего класса. Эпоха, когда вечером вместо похода в театр стало возможным посидеть в кафе, наступила лишь в середине XIX века, когда улицы городов были залиты газовыми фонарями. Законодательницей оперной моды в течение долгого времени была Италия, готовящая певцов по всей Европе. Для оперы не существовало языкового барьера. Одни и те же спектакли могли с успехом даваться в разных странах. Дело в том, что сюжеты, используемые композитором, были общеизвестны и кочевали из одной оперы в другую. Слушателей не особенно волновало содержание оперы. На представление ходили ради музыки, а не ради слов. Поэтому уже в середине XVIII века музыкальная Европа была единой. На всем пространстве от Лондона до Петербурга звучали одни и те же музыкальные пассажи. Публика воспринимала оперу скорее как концерт, нежели связанное единым сюжетом театральное действие. Ценители ожидали отдельных арии, в перерывах между которыми отдыхали за картами, спорили о политике или флиртовали с дамами. Лишь появление модного в этом сезоне певца заставляло зрителей обратить внимание на сцену. Но далеко не все зрители ходили в театры для того, чтобы продемонстрировать новое платье. Были те, кто активно освистывал исполнителей, всячески демонстрируя свое отношение к происходящему. Поведение оперных фанатов в платье подчас бывало столь агрессивным, что в театрах Рима существовала специальная полиция, которая хватала и отводила разбушевавшихся зрителей на площадь Навона, где их привязывали к специальному столбу и пароли. Сидя на этой площади и поедая самое вкусное в Риме мороженое, даже и не скажешь, что когда-то здесь были представления иного рода. Кстати, современники рассказывали, что эта полиция действовала так оперативно, что выпоротый любитель прекрасного успевал вернуться в зрительный зал до конца спектакля. Именно в оперном театре 17-18 веков впервые сформировался институт звезд, сцены, без которого невозможно представить массовую современную культуру. Причем в своем большинстве оперные звезды того времени были кастратами, голоса которых ценились намного больше, чем естественные мужские или женские голоса. В 1585 году папа Сикст V обнародовал первый указ, имевший целью не допускать женщин на сцену, но тогда еще не существовало оперы. В 17 веке рождение оперы и ее скорый бурный успех тут же привел к конфликтам между публикой и артистами с одной стороны и папством с другой стороны. Постоянно делались попытки запретить женское пение. Артисты все время пытались обойти этот запрет. Так обстояли дела, вплоть до папы Климента IX, который был большим любителем оперы и сам еще в бытность свою кардиналом Распильози сочинял либреток к операм. Климент IX охотно согласился снова допустить женщин на сцену. После него запрет опять вошел в силу. В начале XVIII века Климент XI вообще запрещал женщинам петь, хотя бы и дома, на том основании, что пение вредит скромности и предостерегал их от пения даже во время домашней работы. Этим и объясняется появление певцов-кастратов. В начале партии высоких голосов исполняли мальчики, однако содержать хор мальчиков дело хлопотное. Дети шалят, не желают учиться, а вскоре после достижения достаточно высокого профессионального уровня у них начинает ломаться голос и все усилия педагогов идут на смарку. Намного проще было привлекать певцов-кастратов, которые сохраняли свой голос до преклонных лет. Певцов готовили в консерваториях, которые имелись во многих городах Италии. Любопытно, что многие из этих учебных заведений первоначально учили пению детей из неимущих семей исключительно с благотворительными целями. Однако уже к середине 17 века консерваторий становится центрами подготовки профессиональных певцов, а кастрация – составной частью учебного процесса. Проверив музыкальные способности ребенка, преподаватели консерватории передавали его тем, кто непосредственно организовывал операцию. Перед операцией мальчика помещали в ванну с очень горячей водой, держали там до тех пор, пока он не терял чувствительность. Затем ребенку перерезали сосуды, ведущие к яичкам, в результате чего последние переставали развиваться. Для подготовки певцов полной кастрации не применяли. Нужно сказать, что несмотря на всю жестокость, эта операция не наносила особого вреда здоровью и самочувствию певцов-кастратов. Узкая голосовая щель, как у мальчика, позволяла кастрату очень экономно расходовать певческое дыхание и выпивать на одном дыхании фрагменты такой длины, которая недоступна ни одному взрослому половозрелому певцу с обыкновенным певческим аппаратом. Кроме того, кастрат продолжал петь в той же позиции, в которой и начинал в раннем детстве. Ему не приходилось переучиваться на новый голосовой аппарат, который получает всякий повзрослевший юноша с нуля. Певцы, которым посчастливилось покорить Рим или Венецию, имели шанс сколотить приличное состояние. Их доходы не ограничивались той суммой, которую они получали за пение в театрах. Существенным подспорьем были подарки покровителями ломанов, которых в музыкальных столицах Италии было немало. Еще более выгодным было место придворного виртуоза при дворе такого-нибудь монарха. У женщин кастраты тоже пользовались большим успехом, тем более, что романы с кастратами не грозили нежелательной беременностью. Ирина Рубина в своей трилогии «Русская канарейка» писала, что при кастрации тембр голоса не менялся, а связки росли вместе с легкими. Их голос был фантастически сильный и бестелесный одновременно. Так пели ангелы. Да-да, до весьма преклонного возраста эти певцы сохранили регистр от тенора до сопрано, охватывали голосом четыре октавы, а объем легких позволял им держать ноту гораздо дольше обычных певцов. А теперь представьте, диапазон и длительность ноты плюс невероятная гибкость голоса и пленительный резонанс. Да, они были богами сцены, самыми влиятельными фигурами в опере, больше, чем теноры, больше, чем Примадонна. По своей популярности и отношению к ним публики кастратов 17-18 века можно сравнить с современными поп-звездами. Великий Моцарт преклонялся перед певцами-кастратами. Кастрат Джованни Монсуоли давал ему уроки пения. Именно для Монсуоли Моцарт написал свои первые итальянские арии. Консервати Фидели. Она написана для кастрата Монсуоли. Сейчас ее исполняют в основном женщины. Тереза Берганца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 220 лет назад на своей вилле в Близболонье скончался Карл Абруцкий, более известный под именем Фаринелли. Он был самым знаменитым певцом-кастратом в истории европейской музыки. О его голосе ходили легенды. Своим пением Фаринелли в течение многих лет спасал от депрессии испанского короля Филиппа V. Голос Фаринелли охватывал 3,5 октавы. Широкий диапазон позволял исполнять как сопрановые, так и контр-альтовые партии. Он родился в дворянской семье. Сначала обучался пению у отца, затем в Неапольской консерватории Сан-Анофрио у Никола Порпоры, знаменитого композитора и преподавателя вокала. Старший брат Фаринелли Рикардо Бруцкий впоследствии стал автором 14 опер, которые он написал для своего младшего брата Карла. Сам Карло рано проявил чудесные способности к пению, поэтому мальчика кастрировали, чтобы сохранить чистоту голоса. 15 лет в Неаполе Фаринелли дебютировал перед публикой в опере Порпора, Анжелика и Мидор. После его спектаклей, по свидетельствам очевидцев, зрители кричали «Фаринелли – Бог!». Толпы поклонников собирались у театра. Его искусство покорило самого Генделя, а зрители приходили в экстаз, падали в обморок, называли его «Божественный Фаринелли». Впоследствии певец получал жалование, равное жалованию всех участников трупы вместе взятых. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ответить на вопрос «насколько удачным был этот вокальный эксперимент?" невозможно В начале двадцатого века были сделаны граммофонные записи последних кастратов Однако неизвестна точная скорость, с которой иметь 2 записи надо прослушивать А даже небольшое замедление или ускорение звука сильно искажает. Последним известным певцом-кастратом был профессор Александр Морески, вышедший в отставку в 1913 году. С его уходом эта вокальная традиция прекратила свое существование. Я хочу сейчас, чтобы вы послушали последнюю запись последнего кастрата. Конечно, это не совсем то, что, видимо, было на самом деле. Запись искажена, это даже слышно на слух. Плюс это не один из самых знаменитых и самых лучших кастратов. Но все равно, чтобы мы имели какое-то представление, я все-таки хочу представить вашему вниманию этот ролик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кастраты ушли со сцены оперных театров в начале XIX века. С одной стороны, последовательным противником кастрации был Наполеон, который присоединил к своим владениям часть территории Италии. Транцузские наместники беспощадно преследовали всех, кто был причастен к кастрации. Меломаны всего мира осуждали Наполеона как разрушителя великой оперной школы. Даже такой поклонник Бонапарда, каким был Стендаль, не мог не упрекнуть своего кумира за то, что по его вине приходит в упадок музыкальная жизнь Италии. Однако это было не единственной причиной. Виртуозному пению кастратов просто не нашлось места в искусстве XIX века. Наступила эпоха романтизма. Условности оперы XVIII века вышли из моды, как и парики, и казались анахронизмом. Искусственность вокальной манеры кастратов находили все меньше и меньше поклонников. Уйдя с оперной сцены, певцы-кастраты до XX века продолжали петь в католических храмах. Чичилия Бартоли, великая современная певица и музыковед, пыталась реконструировать партии кастратов, потому что они в основном не исполнялись. И я хотела бы вам тоже показать небольшой отрывочек именно с Чичилией Бартоли. Чичилия Бартоли Чичилия Бартоли Чичилия Бартоли Чичилия Бартоли Чичилия Бартоли